МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит. Информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Воронежская область вошла в топ-20 регионов страны. 24 мая в школах Воронежа прошел последний звонок. В региональном управлении МЧС России призывают жители области быть предельно осторожными при обращении с огнем. В Центральном парке Воронежа 24 мая праздновали День славянской письменности и культуры. В субботу 25 мая Факел проведет заключительный матч чемпионата России по футболу. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США в четверг Дональд Трамп посетил один из беднейших районов Нью-Йорка в Бронксе, где провел предвыборный митинг, посвященный влиянию президентства Джо Байдена на экономику, собрав тысячи сторонников и встречный протест. На кадрах видно, что на митинге в парке Круттана в Южном Бронксе собралась большая толпа сторонников, которую встретили десятки протестующих, несущих антитрамповские плакаты и размахивающих палестинскими флагами. На видео также видны небольшие потасовки и один человек задержанной полиции. Митинг проходит в день, когда на Манхэттене продолжается судебный процесс по его делу о скрытых деньгах. Трамп надеется привлечь на свою сторону чернокожих и испаноязычных избирателей, которые считаются ключевыми демографическими группами для победы в ноябре, а также переломить ситуацию в округе, который с 1988 года голосует за кандидатов в президенты от демократов. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Российскую Федерацию и другие страны Азии, Африки и Европы, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году. Глава государства сообщил об этом, выступая перед журналистами после заседания организации в Нью-Йорке в четверг. Президент отметил, что несмотря на принятие резолюции, 87 представителей стран-участниц заседания выступили против или воздержались. Это демонстрирует реальный результат голосования. В четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом. 84 страны поддержали проект, 19 выступили против, 68 воздержались. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что последние военные учения страны и вокруг Тайваня – это предупреждение внешним силам и наказание тайваньских сепаратистских сил во время пресс-брифинга в Пекине в четверг. Он также отметил, что учения полностью соответствуют международному праву и международной практике и абсолютно необходимы. Учения прошли через два дня после того, как Тайвань привел к присяге Лай Чин Тэ в качестве нового президента. Ван Вэньбинь также напрямую отреагировал на заявление председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола о том, что ООН возглавит американскую делегацию на Тайване в конце этого месяца и потребовал от США прекратить создавать напряженность в Тайваньском проливе. Китай требует, чтобы США придерживались принципа одного Китая и трех совместных коммунике Китай и США, чтобы они воздерживались от организации визитов конгрессменов на Тайвань, добавил он. В среду министр обороны Великобритании Гранд Шапс обвинил Китай в подготовке или готовности предоставить России летальную помощь для конфликта на Украине. Ван Вэньбинь в ответ предупредил, что очернение Китая не изменит пассивной позиции Великобритании по вопросу Украины и не решит острых проблем, стоящих перед Великобританией внутри страны. Он также сообщил, что премьер госсовета КНР Ли Цянь примет участие в девятом саммите Китая-Японии Республика Корея, который пройдет в Сеуле 26 и 27 мая. Иран. Тысячи мусульман вышли на улицы Мешхеда в четверг, чтобы проститься с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, тело которого доставили в город для похорон в Мавзолее Имамы-Резы. На кадрах люди с огромным флагом Ирана и фотографиями Раиси идут около ритуального кортежа. 19 мая один из вертолетов президентского кортежа рухнул в гористой местности недалеко от границы с Азербайджаном. На борту находились президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдул-Эхиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, пятничный имам города Тибрис Мохаммад Али Алиш Алем и несколько человек, сопровождавших чиновников во время полета. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Италия. Бывший член парламента от «Зеленых» Стефано Апуца вывесил два палестинских флага на балконе палаты депутатов во дворце Монте-Читорио в Риме в четверг, чтобы выразить солидарность с палестинским народом и осудить продолжающийся конфликт в Газе. На кадрах видно, как политик вылез из окна зала Альдемора, прошел по карнизу, а затем добрался до балкона зала «Делла Лупа» и повесил два флага над входом в здание. Было слышно, как он выкрикивает «Прекратите пособничество геноциду в Газе», после чего возвращается в зал. Вскоре после этого флаги были сняты служащими палаты представителей. Объясняя причину своих действий, Апуца осудил войну между Израилем и Хамасом, потребовал прекращения огня и освобождения заложников с обеих сторон, сообщают местные СМИ. Он также обвинил итальянское правительство в причастности к обстрелам, подчеркнув деятельность государственных оборонных компаний, поставляющих оружие для атак на газу. Акция Апуца получила массовую поддержку среди его коллег по альянсу «Зеленых» и «Левых», так как лидер группы в палате Луана Заннелла заявил, что она подчеркивает бездействие правительства Мелани в отношении драматической реальности палестинцев. Стефан Апуца был избран в Монте-4 от партии «Зеленых» в 1992 году. Германия. В четверг полиция задержала участников пропалестинской демонстрации, организованной группой студентов, занявших здание социальных наук Гумбольдского университета в Берлине. На кадрах видно, как сторонники Палестины кричат в громкоговоритель из окна университета, в то время как полиция задерживает и выводит из здания их товарищей по протесту. После оцепления территории полиция также убрала создание баннеры. Группа студентов, занимающих Институт социальных наук со среды, объявила о создании Института Джабали, названного в честь одного из крупнейших лагерей беженцев в секторе Газе. По сообщениям местных СМИ, студенты оказывают давление серии протестов, прошедших в Берлине после начала войны Израиля с сектором Газа, чтобы обозначить изменения в подходе берлинских учебных заведений. Преподаватели и ученые также подписали открытое письмо в поддержку права студентов на собрание и раскритиковали силовое выдворение протестующих из кампуса свободного университета во вторник. Ранее сообщалось, что полиция очистила некоторые университеты Берлина от студентов. Новости ближнего зарубежья. Белоруссия. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом. Российского лидера лично встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко. На кадрах Путин спускается по трапу самолета, обнимается с Лукашенко и пробует каравай. Президент Российской Федерации прибыл в Минск с двухдневным визитом. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что вечером в четверг прошли переговоры Путина и Лукашенко в рамках которых они обсудили вопросы безопасности. Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске в четверг. Во вступительном слове российский лидер отметил, что собирается обсудить с Лукашенко второй этап совместных нестратегических ядерных учений. Многое сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственном вашем участии, при поддержке. Но мы сегодня и завтра все это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым вы уделяете постоянно большое внимание. Здесь тоже есть о чем поговорить. В свою очередь президент Белоруссии поддержал российского коллегу, подчеркнув, что вопросы безопасности в рамках двусторонних встреч необходимо вынести на первый план. 9 мая Путин сообщил, что Министерство обороны России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Президент также назвал тренировки плановой работы и 6 мая пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что начало подготовки генштабом страны учений с нестратегическим ядерным оружием связано с провокационными заявлениями политиков из Франции, Великобритании и США. Которые говорили о намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Министр обороны России Андрей Белоусов прилетел в Минск для переговоров с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным в пятницу. На кадрах Белоусов на самолете прибывает в столичный аэропорт, где его приветствует белорусский коллега. Министерство обороны России сообщили, что в рамках переговоров главы ведомств обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности союзного государства. Новости России Лавров также отметил, что Россия продолжит помогать Африке отстаивать равноправное место в современном мире. В свою очередь Сале подчеркнул, что между Российской Федерацией и Камеруном есть хорошая динамика, которую они хотели бы поддерживать в условиях многополярного мира. День Африки отмечается 25 мая в дату создания в 1963 году Организация Африканского Единства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг в Москве прокомментировала решение норвежских властей запретить российским туристам въезд на территорию страны. Представитель МИД сообщила, что согласно заявлению норвежских властей, меры не направлены против российского народа, а приняты в рамках необходимой союзнической реакции в отношении действий Российской Федерации. При этом, однако, ранее норвежские официальные лица неоднократно заявляли, что предпринимаемые ОСЛО-ограничительные меры не направлены против российского народа. Как же не направлены против российского народа? Эти громкие слова, как мы вновь имеем возможность убедиться, не соответствуют действительности. Новый недружественный шаг ОСЛО в отношении граждан России носит откровенный дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии. Дипломат добавила, что Российская Федерация не будет ограничивать въезд на территорию страны для граждан Норвегии, но примет ответные меры, исходя из собственных интересов. В четверг в правительстве ОСЛО заявили о введении новых правил для въезда граждан Российской Федерации в страну. При этом в ведомстве уточнили, что исключениями станут посещение близких родственников, учеба или работа в стране. В тот же день пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет, цитата, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые без того не блещут в последнее время своим качеством, причем не по нашей инициативе. Конец цитаты. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в четверг задержали арендатора частного дома в Истринском СНТ Снегирь, подозреваемого по делу о гибели людей в результате пожара в помещении. На кадрах следователи и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Также на видео допрос задержанного в пресс-службе СК Российской Федерации сообщили, что подозреваемый, 24-летний гражданин Узбекистана, арендовал дом якобы для собственного проживания, но по итогу заселил в нем нелегальных мигрантов. В четверг в одном из домов СНТ Снегирь произошел пожар, в результате которого погибло 8 человек и один пострадал. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В пресс-службе Истринской городской прокуратуры уточнили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. На Алтае сняли короткометражный фильм «Лео. У нас сибирские обстоятельства» в жанре псевдодокументального кино. Лента повествует о приключениях голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который спешит на премию «Оскар», но удивительным образом оказывается в Сибири и влюбляется. Главную роль исполнил российский актер Александр Ясень, который внешне похож на американского коллегу. На кадрах, снятых в 2024 году, Ясень в ролях Ди Каприо и первого руководителя СССР Владимира Ленина. По словам режиссера фильма Кристины, халдеевый проект получил поддержку от Министерств культуры Алтайского края и Новосибирской области. Премьера на большом экране запланирована на июль-август. Новости нашего региона. Агентство стратегических инициатив опубликовало рейтинг «Качество жизни» за 2023 год. Президент страны Владимир Путин считает его одним из важнейших инструментов, позволяющих управленцам получать обратную связь от населения и эффективнее решать волнующие людей проблемы. Воронежская область вошла в топ-20 регионов страны. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан позволяет понять общую удовлетворенность людей социальной сферой и местом, в котором живет человек. Почти полторы сотни показателей, включая опросы, помогли определить лучшие регионы страны. В стройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и нефтяная столица России Тюмень. А вот Воронежская область разместилась на 17 месте, войдя в топ-20 субъектов Российской Федерации по качеству жизни. Из наших соседей туда смогли попасть лишь белгородцы. Они на 13 месте. Последний день Вадима Кстенина в качестве мэра Воронежа 12 июня. Затем отпуск и выход на новую работу. Глава города поблагодарил воронежцев за годы совместного труда. Было сделано предложение возглавить Росводоканал «Воронеж». Он приступает к работе 1 июля. Такое сообщение появилось в телеграм-канале ресурсоснабжающей организации в день, когда стало известно о завершении мэрской карьеры Вадима Кстенина. Благодарю всех, кто помогал мне в эти годы. Благодарю воронежцев за то, что они принимали самое активное участие в реализации наших проектов. Воронежцы любят свой город. Остаюсь в городе и, надеюсь, дальше буду заниматься городским хозяйством. Напомним, Вадим Кстенин стал первым после многолетнего периода мэром, выбираемым депутатами городской думы, а не жителями Воронежа. В 2017 году он занял кресло городоначальника после того, как действующий мэр Александр Гусев сменил на посту руководителя региона Алексея Гордеева. В 2023 году Вадим Кстенин избран главой города на второй срок. Объем инвестиций в модернизацию ливневых очистных сооружений до конца года превысит 2 миллиарда рублей. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин. В ходе рабочей поездки городоначальник посетил левобережные очистные сооружения. Сейчас там идет модернизация технологических линий комплекса. Первые вложения 8 миллиардов рублей будут осуществлены до 2030 года. Это будет достаточно для того, чтобы полностью модернизировать очистные сооружения, а через 7-8 лет приступить к реконструкции на сегодняшний день уже модернизированных линий. В прошлом году ливневые очистные сооружения находились в неудовлетворительном состоянии. Тогда муниципалитет передал ливневые очистные сооружения в концессию РВК «Воронеж». На сегодняшний день уже порядка 800 миллионов вложено в реконструкцию левобережных очистных сооружений. Уже видны результаты невооруженным глазом. Устанавливается новое оборудование, сделаны новые аэротенки и много других правильных вещей. Самое главное, что мы до конца этого года планируем подстроить и завершить работы по пусконаладке цеха механического обезвоживания осадков, которую мы планируем в первом полугодии и следующего года запустить в эксплуатацию. Это позволит нам не использовать иловые карты, которые, собственно говоря, и были всегда источником неприятных запахов во всей ливобережной части Воронежа. По словам действующего мэра Воронежа, специалисты Воронежского водоканала в кратчайшие сроки провели модернизацию и вывели процесс очистки стоков на высокие параметры. Дальнейшие работы позволят избавиться от тыловых карт, которые были источниками неприятного запаха, от которого страдали жители районов ВАИ и Машмета. Надеюсь, что до середины 2025 года мы с этой проблематикой перестанем сталкиваться на левом берегу полностью. Спасибо, хочу сказать, тем подрядным организациям, которые работают на площадке РВК Воронеж. Работа организована качественно, применяемое оборудование очень технологичное, большинство оборудования российского производства, поэтому я рассчитываю, что все будет хорошо. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. 24 мая во многих школах Воронежа прошел последний звонок. Наши корреспонденты побывали на одном из них. Школа, школа, учителю доски. Школа, школа, умеет спать их. Школа, школа, уроди перемены. Школа, школа, учителю доски. И твоей любовью мы загреты. Для почти 200 выпускников гимназии УВК номер один, 50 из которых – это учащиеся 11-х классов, совсем скоро начинается взрослая жизнь. Многие из них не скрывают своего волнения, ведь последний звонок – одновременно светлый и грустный праздник. Ну, есть ощущение, что заканчивается некоторый этап такой жизненный, к которому уже долго очень шел, и начинается что-то новое, немножко неизведанное. Может быть, чуть-чуть страшно, но все-таки это очень желанный такой новый период. В этот день и меньше ребят волнуются и учителя. Преподавательский состав этого учебного заведения – гордость не только самого коллектива, но и в целом областного центра. Гимназия учебно-воспитательного комплекса номер один входит в пятерку лучших образовательных учреждений Воронежа. Это не совсем обычное общеобразовательное учреждение включает в себя детский сад, гимназию и центр дополнительного образования, где ребята проявляют себя в самых разных направлениях, будь то спорт или творчество. Неудивительно, что с таким багажом выпускники готовы покорять новые рубежи. Причем не только в родном городе. Наши выпускники ориентированы на поступление в высшее учебное заведение гуманитарного профиля. Русский язык, литература, два иностранных языка – английский и немецкий. История общества, знания. Безусловно, мы говорим о том, что физика, математика и IT-технологии – это те предметы, это те будущие специальности, которые наши дети выбирают. И в этом году мы надеемся, что они станут лучшими студентами в Москве, в Санкт-Петербурге. Иван Кузнецов – один из выпускников гимназии выпуска 2024. В дальнейшем я поступлю в университет и пойду в науку. Буду изучать физику, квантовую механику. Очень интересно. Я в 11 классе заинтересовался этим и думаю связать свою жизнь с этим. Такое ощущение, будто экзамены сдам и по 12 класс пойду снова в школу. Снова в школу пришел когда-то бывший ученик Сергей Староверов. Сегодня учитель физкультуры Сергей Анатольевич – победитель регионального этапа конкурса «Учитель года». Совсем скоро он будет представлять нашу область и гимназию ВК-1 на федеральном уровне. Именно школьники подтолкнули своего преподавателя принять участие в конкурсе. Можно сказать, что ученики меня к этому сподвигли, потому что говорят, ну какой вы замечательный учитель. Я говорю, прекратите, я вам не верю, вы просто хотите пятерок. На что они мне всегда отвечают, зачем нам у вас выпрашивать хорошие оценки, когда вы и так ставите нам в семь пятерки, мы к вам с удовольствием ходим. В этом году в Воронеже последний звонок прозвенит для пяти тысяч выпускников. Для многих ребят он пройдет еще и в субботу, 25 мая. В выходные в регионе будет стоять теплая и сухая погода, а это значит, что возрастают риски ландшафтных пожаров. В региональном управлении МЧС России призывают жители области быть предельно осторожными при обращении с огнем. По данным Главного управления МЧС России по Воронежской области, на территории 24 муниципальных образований установился четвертый класс пожарной опасности. Пожар может легко возникнуть и быстро распространиться, остановить его бывает очень трудно. О Бугучарском районе и вовсе действует пятая чрезвычайная степень пожарной опасности. В этом случае пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур. Горение идет усиленно, огонь быстро распространяется. Потушить такой пожар можно лишь в начальной стадии формирования. А если он разрастется, то остается лишь постараться не допустить его дальнейшего распространения. В Центральном парке Воронежа в пятницу, 24 мая, праздновали День славянской письменности и культуры. На сцене Зеленого театра выступили десятки музыкальных коллективов. День славянской письменности и культуры в современной России празднуют с 1991 года. 24 мая, 11-е, по старому стилю, это день, когда православные христиане отмечают День памяти Кирилла и Мефодия. Именно они создали прообраз современного кириллического алфавита в 863 году. Это наши истоки, это наша культура. Тот репертуар, который мы поем, он воспитывает только лучшие качества, как в музыканте, так и просто в человеке. Мы не можем пропустить это, потому что мы в первую очередь отдаем даже, может быть, не музыкальному воспитанию, а какому-то воспитанию человека, в первую очередь, тем более это касается мальчишек и мужиков. Мужской хор Воронежской филармонии, ансамбль «Воронежские девчата», хор Благовещенского кафедрального собора. Сотни артистов пели песни для зрителей на родном русском языке. Прежде всего, основа этого праздника – это наш язык. Язык, на котором мы думаем, язык, на котором мы говорим, язык, на котором мы пишем. И прежде всего, это праздник каждого русского человека. Вспомнить, а что же за язык, на котором ты говоришь, какая у него история, какое у него будущее. Особенно в наших современных условиях. Насладиться русской песней в Зеленый театр пришло более полутора тысяч человек. Русская песня всегда была на подъеме. Особенно сейчас. Мы видим, насколько все наши зрители хотят, мне кажется, с какой-то стороны даже соскучились услышать, с одной стороны, всеми знакомые песни. Если старшее поколение приходит и в исполнении малышей слышит советские песни, у них свои определенные воспоминания. А когда наше молодое поколение слышит эти песни, на чем вообще основана наша современная русская культура, ну, это на самом деле дорогого стоит. Настоящий фурор вызвал исполнение песни «Небославян» Ольга Черкова и вместе с легендарными воронежскими девчатами. Песня «Небославян» Мужской хоровой капели «Русичи» уже больше 20 лет. На сцене Зеленого театра мальчишкам предстоит серьезное испытание – участие в большом сводном хоре. Руководитель Андрей Татьянченко уверен, что русская песня будет жить всегда. Тут можно много говорить, но я думаю, что, скорее всего, жива. То, что она не очень востребована так, как она была, скажем, востребована 30 лет назад, это не говорит о том, что она умерла. Те люди, которые ее слушали, ее будут слушать. То, что молодежь слушает другую немножко музыку, это вполне естественно. Но русская музыка жива, и никуда она, дай бог, не денется. И я думаю, что еще наши внуки и правнуки будут ее слушать и петь, и будет она с нами. «Городок мой не делит, дома дома в твоей вены, мой родной, любимый край, что зову я Родина. В праздничном гала-концерте приняли участие десятки творческих коллективов, подарив зрителям хорошее праздничное настроение». С 30 мая по 2 июня в Воронеже пройдет международный фестиваль анимационных фильмов «Мультпрактика». В преддверии мероприятия дирекция фестиваля совместно с министром культуры Воронежской области Марией Мазур рассказали, что ждет горожан и гостей города на празднике. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Воронежской области. В конкурсную программу вошли 137 фильмов из 38 стран, среди которых Китай, Иран, Мексика, Турция и многие другие. В конкурсе участвуют 6 полнометражных мультфильмов, 117 короткометражных анимационных фильмов и 14 серий анимационных сериалов. У нас огромный акцент на фестивале, на том, что здесь приезжают все производители мировых студий, российских студий, которые делятся своим опытом. И здесь люди, которые посещают наш фестиваль, могут не просто посмотреть какое-то фестивальное кино, но еще и приобщиться, так сказать, взглянуть за кулисы производства и посмотреть, узнать, как реально вот эта магия кино, магия анимации, как она оживает. Внеконкурсная программа фестиваля будет состоять из показов короткометражных и полнометражных фильмов, образовательной и деловой программ фестиваля «Мультпрактика». В образовательную программу традиционно войдут лекции и мастер-классы по анимации и творческие встречи с признанными профессионалами российской международной анимационной индустрии. В «Спартаке» пройдут 9 мастер-классов и творческих встреч. Здесь, как и в том году, наши сотрудники, сотрудники анимационной студии «Воронеж» выступят с тремя мастер-классами, расскажут про анимацию, про раскадровку, расскажут про создание нашего последнего проекта. Помимо этого, у нас приезжают еще наши гости. Это Антон Сметанкин, это Артур Днепровский, это продюсеры и создатели. Последний – это создатели «Синего трактора». «Синий трактор» едет к нам. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке правительства Воронежской области. И вы все заметили, наверное, насколько фестиваль расширил свои границы. Если до этого действительно это была общая такая программа, то здесь есть фестивальная, конкурсная программа, образовательная и абсолютно новая деловая программа. Открытие намечено на 30 мая в парке Орленок. Подробнее со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайте международного фестиваля «Мультпрактика». В субботу 25 мая «Факел» проведет заключительный матч Чемпионата России по футболу. Игра пройдет в Воронеже, а соперник – Ахмат из Грозного. В Российском футбольном союзе выдали «Факелу» лицензию, позволяющую играть в следующем сезоне в премьер-лиге. А вот пригодится ли она воронежцам – пока не ясно. 25 мая в одно и то же время клубы высшего дивизиона проведут игры с заключительного тура. «Факел» встречается на родной арене с Грозненским Ахматом. Расклад сейчас такой – поражение воронежцев и одновременно выигрыш Балтики отправляет «Факел» в первую лигу. Ничья или победа, в зависимости от того, как сыграют нижегородцы Оренбург и Урал, могут вывести воронежцев даже на 11 место или оставить в зоне стыковых игр. Итак, главный матч сезона – «Факел-Ахмат». Суббота 25 мая. Центральный стадион профсоюзов. Это все на сегодня. Ждем от вас обратные связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Суббота 25 мая. 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 Суббота 25 мая.